Всем привет! С вами Station Marks. И сегодня у нас в гостях политолог и редактор интернет-журнала Rabko.ru Сергей Ребров. Мы поговорим о том, что такое партии, нужны ли они сегодня, какие вообще есть концепции, почему ленинская концепция устарела или же нет. В общем, обсудим. Ну а в конце мы выскажем наше мнение, потому что нас часто критиковали, что мы берем интервью, а сами, значит, свое мнение не высказываем. Поэтому такой небольшой новый формат. Так, добрый день. В общем-то, сегодня хотелось поговорить на тему, которая в левом сообществе уже далеко не первый год и не первое десятилетие муссируется. Но сейчас у нас такой очередной виток этого всего обсуждения. А именно, нужна ли партия, как вообще современная политология рассматривает парт строительства и вообще современное состояние всего этого образования. И насколько это применимо, в общем-то, к левому движению нашему сегодняшнему российскому. И как раз вот хотелось бы очень узнать твое мнение как политолога и, в общем-то, как человека, который левое движение тоже наблюдает в течение длительного времени. Поэтому сначала первый вопрос такой. Мы недавно посмотрели учебники по обществознанию, как, в общем-то, детей готовят к ЕГЭ и какие концепции там предлагаются в главе про партии. Вот там в основном, конечно, все это про то, что нам нужна там демократическая демократия, куча партий, и все будет хорошо. Хорошо. Насколько вот в западной политологии такой же подход сейчас или там принципиально иному учат студентов, школьников и так далее? Ну, во-первых, как бы какого-то единого подхода нет. То есть западное политологическое образование связано с тем, что допускаются довольно серьезные различия в подходах различных авторов. Но, тем не менее, конечно, если говорить об том, как рассматривают институт политических партий, это по большей части связано с подходом Вебера, который он изложил еще в 20-х годах. То есть тогда история политических партий рассматривалась в несколько паз. То есть это вот первая фаза аристократической группировки еще времен славной революции в Англии, потом это политические клубы времен Великой Французской революции, там Якобинцы и так далее. И третий этап – это, собственно, свои политические партии. Ну, понятно, что это современно был для Вебера, но, по мнению очень многих авторов, как бы массовые партии уже, ну, где-то, наверное, годов 60-х, 70-х уже испытывают острейший кризис. Причем это не связано с их идеологией, там, как левые массовые партии также испытывают кризис, так и правые, хотя массовые правые партии – это довольно, ну, нечастое явление. Как бы, если говорить о таких вот наиболее известном подходе к феноменополитических партий, это, несомненно, книга Мориса Дювержея. Книжка считается, в принципе, классической, несмотря на то, что там многие концепции уже довольно устарели, ну, понятно, много времени прошло. Тем не менее, вот само разделение в стиле Дюверже партий на массовые и кадровые, я напомню для тех, кто не в курсе, массовые партии, они существуют за счет членских взносов, они активно работают с массами, у них открытые такие вот первичные организации, и их основная цель – это прийти к власти. Кадровые же партии, как правило, не имеют фиксированного членства, там, как правило, ну, не всегда, но, как правило, закрытые первичные организации, или там прием довольно такой очень выборочный, и партии существуют в основном чисто перед выборами, то есть вот самый яркий пример – это республиканская демократическая партия США, это в чистом виде пример кадровых партий. Конечно, типология Дюверже уже довольно старая, но тем не менее, как бы, сами массовые и кадровые партии, они, ну, в некотором роде существуют до сих пор, но, как бы, понятно, что нынешние массовые партии уже серьезным образом отличаются от тех, что писал Дюверже. Вот, опять же, в тех же учебниках немножко коротко иногда, иногда описывается концепция марксистско-ленинская, да, создание вот партии рабочего класса как авангарда, но при этом чаще всего указывается, что это все устарело, давайте это изучать не будем, просто вот коротко, что такое есть. Насколько ты считаешь, это имеет право на жизнь, или же это буржуазная пропаганда, которая запрещает правильное учение? Ну, начнем с того, что в классическом марксизме, именно в классическом, понятие партии вообще отсутствовало, это уже, как бы, нововведение именно Ленина, то есть понятно, что Маркс практически про политические партии особо не писал, ну, просто потому, что в его время современных массовых партий просто не существовало. Здесь идея в том, что концепция авангардной партии плавно вытекает из такой вот ортодоксальной марксистской концепции политического, то есть, как известно, в рамках того подхода политическое есть концентрированное выражение экономического. И проблема этой концепции, она стала уже видна, уже начиная с первых шагов советской власти. Собственно, начиная с 20-х годов, ни для кого было не секрет, что все ключевые решения имеет политбюро. Я напомню, что политбюро – это орган, который вообще не был предусмотрен в советской конституции. Однако, если говорить о каких-то теоретических, в принципе, теория авангардной партии была взята на вооружение практически всеми левыми, кроме, может, совсем каких-то анархистов и так далее. И ее поддерживали как-то, например, троцкисты, так и сталинисты. То есть, если почитать воспоминания Троцкого, он до сих пор, даже несмотря на советскую практику 30-х годов, он все равно отстаивал идею авангардной партии и так далее. Более критические же подходы появились где-то примерно, опять же, на рубеже 60-х, 70-х. Они были связаны с тем, что массовые партии вообще стали переживать острейший кризис. А кризис заключался в том, что партии вписывались в структуру любых государств, которые они входили. И более того, не очень стало понятно, чем партии отличаются друг от друга. Ну, собственно, я напомню, май 68-го года в Париже официальная французская коммунистическая партия эти протесты по большей части осудила. То есть, отчего у очень многих участников был такой когнитивный диссонанс. Если говорить о каких-то теоретических таких вот наработках, то я бы назвал несколько имен. Собственно, в начале 70-х вышла такая книжка, она облила такой культовый статус. Это книга «Антиэдип» Жиля де Лёза и Феликса Гватарина. Она очень о многом, там и критика психоанализа и так далее, но там поднимались очень интересные идеи. Идея, так называемой, трансверсальности. Это разрушение таких традиционных иерархических структур. И, собственно, эти идеи очень активно развивало такое направление, как итальянский марксизмопероизм. Это такие имена, как Антонио Негри, Павло Вирно и так далее. Они, кстати, живы до сих пор. И они уже рассматривали примеры организации не как такую жестко структурированную авангардную партию, а как скорее такую, ну скажем, коалицию различных социальных движений. То есть там должно было быть и рабочее движение, и женское движение, и экологическое движение и так далее. У них была даже организация «Рабочая автономия», если не ошибаюсь, в 1976 год. Надо просто учитывать, что в Италии вся вот эта движуха 68-го года, она уже была гораздо позднее, в 70-е. Но, собственно, «Рабочая автономия», к сожалению, не имела большого успеха из-за деятельности красных бригад. Собственно, красные бригады запретили, вместе с ними запретили большинство левых организаций. Однако, если посмотреть на современных левых протестных движений, они, в принципе, уже скорее идут именно по пути, который описывала «Рабочая автономия». То есть это такая вот коалиция социальных движений. Ну вот здесь оппоненты сразу скажут, например, что если мы посмотрим на протесты, где в итоге ни одна партия не возглавляет их, как, например, сейчас в Штатах, где вот как раз тоже различные движения, и причем в разных регионах, иногда побеждают или могут взять под контроль то одни силы, то другие. Что они обречены, да, тот же там Троцкий, когда вспоминал события Юля, говорил, что вот тогда не было еще сильной партии, поэтому такой бессмысленно-беспощадный бунт получился. И что вот такие протесты, они, по сути, обречены. Вот, что думаешь насчет этого? Ну, в какой-то мере это действительно так. То есть, если вот начиная с 60-х годов, большая часть таких массовых стихийных протестов, они действительно особо мало к чему приводили. Ну, может, какие-то изменения там в системе образования или в системе политики, конечно, происходили, но там ничего похожего, например, на 17-й год не было. Но здесь вся проблема в том, что люди думают, что можно просто вот взять, создать организацию по типу партии большевиков, и все у вас будет, как говорится, замечательно. Но проблема в том, что современный мир, в принципе, скажем так, критикует подход, который называют логические партии. То есть, такие вот классические партии, у которых есть, скажем так, своя точка зрения практически на что угодно, таких партий уже в мире просто не существует. А если существует, то это просто... Ну, вот даже взять французскую фигуру. Это было такое микрогосударство. У них были свои научные журналы, свои издательства, да, университет. То есть, по сути, вот, например, если ты был философом, ты, в принципе, мог отучиться, там, печататься в партийных журналах и жить без забот. То есть, это, по сути, было вот такое в натуре микрогосударство. Сейчас ничего подобного в мире нет. Ну, разве что единственное, можно назвать такую вот более-менее успешную партию, таком партия Греции. Но, опять же, насколько она успешна, вопрос спорный. Ну, набирает она там свои обычные 5%. Причем, напомню, столько же напоминает, например, такая вот неофашистская греческая золотая заря. Поэтому, как бы, больших особых успехов нет. Ну, вот проблема просто в том, что даже если такая партия появится, вот, попробует поучаствовать в протестах, я думаю, абсолютное большинство протестующих их просто пошлют на все четыре стороны, потому что, ну, просто люди не понимают, что эпоха таких вот больших, жестких идеологий уже, в принципе, как бы прошла. То есть, например, если мы, опять же, вспомним такие классические европейские компартии, тогда ведь они придерживались очень жесткой позиции практически по всем направлениям. То есть, например, вас в 60-е годы могли исключить из партии, например, за отрицание диалектики природы. Казалось бы, какое отношение это имеет к политике, к экономике, а вот самое прямое, то есть, любое сомнение в такой вот идеологической доктрине уже могло быть основанием для исключения. Если мы посмотрим даже, как бы, на современные левые партии, которые именно партии, а не совокупность социальных движений, то там уже такого жесткого отношения к теории нет. То есть, как бы, там, даже если мы возьмем, ну, например, там, движение Жан-Люка Меланшона, там, в принципе, какой-то такой жесткой, фиксированной идеологии нет. Потому что они понимают, что если они ее ведут, то они моментально превратятся в себя. Здесь, конечно, сразу такой аргумент возникает, что, может быть, не концепция устарела, а просто нету той самой вот партии коммунистической, настоящей, которая единственно верна и может возглавить. А все вот эти вот организации, они, по сути, значит, плохи тем, что, как правильно отметил, там нету теоретического единства, да? А вот если бы оно было, то, вуаля, пилим, значит, теоретическое единство, выгоняем несогласных, получаем супер-мега-партию. Ну, я лично не верю в такое теоретическое единство. Нет, если у кого-то получится, то замечательно, но я лично не верю. Ну, пока это, скорее, приводило к созданию обособленных сект, которые в итоге... Да, именно так, именно так. Но тут, опять же, возникает вот эта вот ленинская концепция, да, которую все очень любят применять и по делу, и не по делу. То, что мы были, там, не на кружковом этапе, там, вот и Тарасов очень много на эту тему писал в свое время, а потом, значит, вот появились кружки, а из кружков появляются, там, уже организации, из организации партии. Ну, то есть, такая именно чисто, наверное, даже не совсем ленинская концепция, потому что, если внимательно изучать историю партии, там все было куда сложнее, и формировалось это все не так просто, но, упрощая до трафарета, вот именно по такому плану все должно идти. Как думаешь, пойдет ли оно, или это, в принципе, утопия? Ну, понимаешь, в чем здесь проблема? Она заключается в том, что очень многие люди, я об этом как-то писал даже в публицистической статье на Равкоре, она называлась «Исторический контекст как симулятор». То есть, как бы, проблема в том, что очень многие люди привыкли мыслить в определенном контексте, который, грубо говоря, связан с их взглядами или им просто эстетически нравится. Ну, вот, нравится многим людям, как бы, контекст начала 20-го века, и они начнут вообще весь современный мир интерпретировать сквозь призму этого контекста. То есть, они видят какие-то современные движения, и они сразу должны их как-то соотнести вот с какими-то движениями из начала 20-го века. Вот они видят, например, каких-то левых, они скажут, ну, все понятно, это просто новая вариация меньшевиков, там, и понятно. Ну, понимаете, дело ведь не в том, что кто-то вот злой пришел и сказал, все, не будет больше теории авангардной партии. Проблема в том, что ленинская теория авангардной партии возникла в эпоху достаточно низкого уровня образования среди широких масс. То есть, если даже посмотреть на руководство большевистской партии, там, как таковых рабочих, ну, они были, но их было очень мало, в основном все были интеллигентны. А почему? Потому что в то время образование или такая серьезная теоретическая подготовка, это было очень такое вот элитарное дело. К этому имели доступ очень немногие люди. Об этом, кстати, писал вот Антонио Негри, о котором я сегодня упоминал. Он говорил о том, что сейчас, в эпоху более-менее массового образования, когда, ну, хотя бы большая часть людей просто понимает, что такое политическая партия, или хотя бы даже умеют читать, такая вот группа профессиональных революционеров просто не сработает. Потому что, грубо говоря, массы и так более-менее образованы. Они уже сами могут участвовать в политике, им не нужны такие вот, скажем, жесткие представители, которые будут такими вот их слепыми выразителями. Но проблема здесь в том, что любая политическая организация, даже вот как союз каких-то социальных движений, она предполагает... То есть понятно, что если все, как говорится, абсолютно равны, то никаких решений... Ну, как бы это просто. Вот. И в этом заключается, мне кажется, довольно такая вот серьезная проблема, потому что даже вот такие вот социальные коалиции, они могут, как говорится, выдвинуть определенные требования, они могут организовать протесты, а очень часто что делать дальше, они особо не представляют. Но проблема в том, что вот попытка возродить вот эту ту самую концепцию, она просто не получится, как мне кажется. Ну, опять же, если у кого-то будет успешно, я только порадуюсь, но я не верю. Здесь действительно очень много факторов, которые не учитываются, когда все это переносится трафаретом. Тем не менее, ну, касательно того же кружкового этапа, по сути, это сработало, но совершенно в ином виде, потому что, если мы посмотрим на то, как формировались те же кружки, там, в начале 20-го века, там часто был интеллигентский центр, рабочий центр, и все они вместе работали. А сейчас кружки, если они получаются в разных городах, то там уже все вперемешку, естественно, потому что такого жесткого деления там на интеллигенцию и на рабочих нет. Это вот просто один из примеров того, что все не переносится трафаретом. Но тем не менее, конечно, многие левые сейчас считают, что пока нет партии, делать ничего не нужно. И поэтому предпочитают сейчас, вот это уже я, наверное, в своем ощущении говорю, спорить о идеологии, да, вместо того, чтобы спорить о текущей политической ситуации. То есть не в политику, а чисто за идеологию, за то, вот, а нужна ли нам партия, какая партия, вместо того, чтобы вот реагировать и понимать, что, например, делать с теми же конституционными поправками. Вот, разделяешь ты такую критику или считаешь, что все-таки я тут ошибаюсь? Как думаешь? А критику идеологии или что? Нет, то, что левые сейчас сосредоточены именно на обсуждении идеологии, да, а не политики. Ну, в России вообще все туго с политикой в условиях такого жесткого авторитаризма. То есть у нас, в принципе, какая-то низовая политика, она, возможно, в основном, ну, на данном этапе только на маргинальном уровне. То есть, как бы, все эти многочисленные, даже оформленные организации, там, ну, например, РСД, там, вот, Левый фронт, они же все равно, к большому сожалению, к большой политике отношения, ну, такого серьезного не имеют. То есть, ну, участвуют они в акциях, и что, как говорится. Не хочу, не замечаю, как говорится. Но здесь дело в том, что есть определенный сегмент политических партий, которые, грубо говоря, допущены к политике, и те, которые из нее исключены. И мне кажется, было бы ошибочно из нее матически чем-то принципиально гораздо лучше. На самом деле нет. То есть, как бы, можно, как бы, опять же, за многое ругать КПРФ, особенно на фоне вот исключения Шувалова. Я, в принципе, и сам когда-то был два года членом этой партии. Но у КПРФ есть то, чего нет у многих других левых организаций. У них есть такая большая сеть региональных отделений с определенным активом. Причем этот актив, ну, как бы, он различается в зависимости от региона. И интересно то, что различных может быть занят решением каких-то, ну, таких вот региональных социальных проблем. Там, например, протеста против каких-то мусоросжигательных заводов, против какой-то экологической обстановки и так далее. То есть, мне кажется, что тем, кто, как бы, считает себя левыми активистами, им не обязательно, грубо говоря, вот постоянно, как бы, обсуждать то, что завтра мы пойдем, как бы, и возьмем власть, они вполне могут заниматься решением каких-то социальных в рамках региона. Ну, например, как, ну, например, в Ижевске, в отличие от других регионов, очень сильно местное отделение РСД, связанное вот с Дмитрием Морозовым, который вот недавно подвергался уголовному преследованию. Вот, мне кажется, такой метод в нынешних условиях более-менее, ну, адекватный. То есть, чтобы левые активисты занимались не только вот какими-то такими вот, скажем, спорами о большой политике, а, в принципе, решением социальных проблем на уровне собственных регионов, хотя бы потому, что они таким образом будут, во-первых, сколачивать себе репутацию и политический, скажем так, капитал, выражаясь языком, Пьера Брудье, который они будут потом пользоваться. Если вдруг, грубо говоря, начнется в России серьезная политика вследствие кризиса, то вот левые активисты, скажем так, с определенным авторитетом в рамках того сообщества, на которое они работают, они уже могут, ну, что-то сделать. То есть, за ними могут пойти люди там или что-то такое, а просто личности, которые вот ничем не занимаются, а только вот спорят в ВКонтакте или в каких-то чатах по поводу того, надо ли нам свергать власть или не надо, ну, они просто в истории не останутся. Это их политики тем не менее. Да, по поводу Ижевской ситуации с Морозовым, конечно, хорошо, что пока оно закончилось, вот наши товарищи из Союза марксистов тоже там все в связке работают с тем же РСД, и это довольно-таки успешный опыт, потому что каждый раз, когда начинаются какие-то преследования, нужно консолидироваться, это абсолютно точно. Вот, наверное, еще такой наболевший вопрос. Очень многие считают, сейчас вот для меня, как для журналиста, это просто боль, что нужно создать общее СМИ, да, ну, мы не будем сейчас говорить про тех, кто считает, что нужна именно газета, это уже совсем, из ряда вон, но вот именно, что нужно одно СМИ, вокруг него объединиться и создастся партия. И вот бьются об эту, значит, концепцию просто до того, что вот только она верная. А сейчас у нас вот Рапкор, там Стейшн Маркс, Вестник Бури и куча еще других ресурсов разных, да, и, значит, все неправильно, все не так. Ну, здесь, как мне кажется, проблема в том, что люди живут, опять же, вот такими мифами классической эпохи о том, что необходимо создать такую, вот скажем, мощную, законченную концепцию, которая не будет нуждаться в каких-то, скажем, притрениях. Но просто вот даже если вот привести пример, ну, например, философией, то большую часть своей истории философия развивалась в школах. То есть были платоники, были неоплатоники, вот был немецкий идеализм. А сейчас, как бы, философия уже развивается скорее личностями. То есть определенные, конкретные философы могут быть даже частью какого-то одного направления, но при этом они могут различаться там на 90 градусов. И мне кажется, со СМИ в принципе такая же история. Вот все эти попытки создать единый ресурс, ну, просто не удадутся, потому что слишком будут сильны, там, я не знаю, какие-то споры по поводу таких вот не очень относящихся к политике вещей. Но я вам открою тайну, как бы, среди сотрудников Аккора очень много каких-то несогласий, то есть там с кем-то это вполне нормально. Однако нас объединяет такой вот общий политический посыл и, ну, скажем так, согласие по некоторым проблемам первого уровня. А вот на втором и третьем уровне, как говорится, какие-то дискуссии допускаются. Мне кажется, какие-то СМИ или группы или сообщества в современном мире будут выстроены именно так, а все сторонники вот этих вот единых, единственно верных школ, они просто останутся Ну что, спасибо тебе большое за беседу. Очень интересные темы подняли коротко, но зато по делу, вот, потому что в последнее время у нас тоже наши левые товарищи не любят длинные интервью, они любят, чтобы все было коротко и быстро, вот, но, надеюсь, не последнее наше общение, еще будем общаться по разным политологическим темам, тем более уж, если у нас все выйдет в левом движении в политику, действительно, то будет что обсуждать, это точно. Вам спасибо за приглашение. Ну что ж, беседа действительно была содержательной, свое мнение по большей части мы высказали в нашем видео о партиях, ну а в целом можно в чем-то с Сергеем согласиться, в чем-то нет. Например, мы безусловно согласны с тем, что по трафарету перенести то, что делал Ленин или то, что делал Ленин по мнению краткого курса в КПБ не получится, и из этого никакой пользы для левого движения не будет, потому что нужно всегда внимательно следить за актуальным историческим моментом, анализировать его и пытаться сделать соответствующие выводы. В то же время сама концепция партии не кажется нам до конца устаревшей, потому что в текущих реалиях возможен новый виток и на нем как раз-таки такие структуры снова станут популярны. Поэтому мы призываем вас к продолжению дискуссии и обсуждению того, насколько все это возможно в современном левом движении или на следующих этапах, или вообще что сейчас стоит и нужно делать левым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова